приветствую вас товарищи продолжаем мы в universe им поигрывать и у нас тут ведь и великие стройки происходят и это чё у нас такое подожди это кулер это кулер это хорошо жилое помещение домик строит здесь у нас больница здесь у нас до кладбище очков у меня не так много чтобы помочь им в этой стройке на общем-то особо-то и не планирую я хочу посмотреть что у нас тут происходит по исследованиям ну сейчас мы получим да в общем спасибо господа что написали мне по поводу водохранилищ что они теперь являются колодцами вот у них твитик это типа раковинки пристроили разработчики я а это такое подождите а это камень какой-то я не очень поддерживаю такую штуку потому что теперь они делают так что все резервуары в нашем нашей цивилизации будут находиться по разные стороны от от всего потому что я раньше ты как строил я строил большое водохранилище если это было прекрасно еще кстати да я согласен с высказываниями по поводу того что херово что теперь дороги присозданы и теперь ты не можешь расставлять здание там где ты хочешь раньше я напоминаю вам дороги были процедурные и ты мог ставить здание в любых местах и потом в общем-то между этими зданиями дороги каким-то образом сами прокладывались я думаю что в этом плане разработчики тоже немножко обосрались потому что ты теперь не можешь сам располагать здание и тебе приходится прыгать от ландшафта мне поначалу эта штука понравилась а теперь я вот так подумал и наверное все таки это скорее минус чем плюс просто плюс в чем город в итоге и вообще в целом наши здания будут выглядеть круче потому что я их пристраиваю как будто бы к дорогам это плюс однозначно минус в том что нету такой той свободы которая была до этого очень мы прокачали ведра сейчас у нас начинают резервуары по моему быстрее качать насколько я помню но видимо теперь нужно больше их строить намного сейчас плюс 22 для почему плюс 22 когда нужно 30 30 давать отдача тридцатка я не очень понимаю почему плюс 22 может быть теперь еще и расстояние играет роль так это вообще тогда мне надо сюда ставить напорку водонапорочку о как интересно слушайте да окно вы и наггеты производятся я сейчас сегодня не буду никого называть я буду называть следующем видосе когда у нас и комментов наберется побольше и ну или через один видос в общем как я и сказал буду как как-то вот это вот все называть где через несколько роликов что у нас тут по еде происходит еды в данный момент у нас 31 сыраем и 14 приготовленные что-то я не пойму почему столовая так медленно работает вот на сроиды внутри 4 приготовлено это ж такое напитки напитки они видимо сами тоже делают а пойдем в исследование сейчас у нас будет исследована опалубка это тоже мне писали и это увеличить месимость колодца восстановление воды в колодце и это будет все прекрасно единственно я вот хочу подумать о том чтобы попрокачивать все за вот эти золотые открытия точки открытия а что ты простите травяное плетение и эта штука увеличивает переносимый вес на 2 сушите это на важнее чем даже масло хотя масло уменьшает на 10 процентов потребность в еде давайте все таки на вот эту возьмем поначалу да я немножко потратился но мы потом посмотрим что такое открытие как с этим работать потому что тут столько всего наводили прям какой-то кошмар пока что ничего особо важного не происходит давайте дождемся завершения строительства вот этих больших объектов и продолжим так что происходит у нас готово кладбище добавляемся до товарища который будет заниматься ну давайте кирка ну а чё бы нет то пускай работает и также у нас доступна больница нужно добавить доктора доктора у нас будет акулера наверное не стоит потому что мы там нахрен не выживем ну вот шаботе какого-то давайте добавим потом мы их попеременовываем потому что сейчас их будет огромное количество и просто если этим заниматься на это надо убивать прям довольно большое время а что прости вот это означает это означает выборы ребята медицинская помощь наггеты уделяют большее внимание медицин с медицине сокращает время готовления лекарств я не очень понимаю кого мы выбираем но вот у нас я так полагаю есть три да это выборы и у нас есть три кандидата антарес кулер и шаботе охренеть вообще выбор это прекрасно слушайте значит у нас скоро будет официальный представитель нашей цивилизации что не может меня не радовать и тени меня не могут еще не радовать потому что а это даже от облака сейчас что такая прям густая тень нифига себе кстати облака не поливает а вот оно исчезать начинает это неплохо мне нравится тем временем у нас практически прокачалась ратуша мы уже практически исследовали и как раз эти выборы все кстати видите получается и рад что сейчас появится и мы туда кого-то запихаем и что у тебя за . горит кулер непонятно почему-то . над башкой и вы чё выбрали что ли 9 за антареса антарес побеждает в голосовании и становится видимо нашим президентом маленьким моему нашего маленького поселения которое всего включает 18 человек включая двое детишек о смотрите больница начала работать антарес новый глава мвф манар научное направление новый закон вступил в силу давайте давайте отпразднуем у меня есть 200 этих самых монеточек и вот у нас салютик смотрите как прикольно ратуша исследование завершено и давайте пойдем дальше что-то исследовать у нас также открыты травяное плетение причем они кстати смотрите открываются за ноль что ли минут как интересно прикольно окей дальше мы откроем календарь сто процентов нам нужен календарь чтобы понимать по погоде что происходит следующий у нас будет охота сельское хозяйство и министерство воды а дальше мы посмотрим что будем делать пока мне кажется этого хватит так у нас 8 да все красное понимаю ладно пойдем строить замечательную ратушу которая у нас открылась вот она городская ратуша выглядит она конечно очень странно с дизайн у нее какой-то прям необычный и сюда на естественно не влезет из-за этих сраных дорог по сути у меня вот из-за этих дорог видите сюда вообще ничего не влезает или влезает подождите она красная а тут она вроде белая ну-ка давайте попробуем ее вставить сюда сушки влезла не значит ли это что теперь здесь не будет дорог да вроде есть дороги ну посмотрим как пойдет в общем у нас теперь есть ратуша и это они все построили новый сосед о ребята у нас появилась новая цивилизация я бы хотел с ней познакомиться ты кто привет подожди это серёга серёга это ты чего делаешь серёга а я не очень понимаю что он творит тебе не расскажешь что происходит нет он как будто бы начал новую цивилизацию но может быть все таки не новую наверное все таки новую он теперь нейтрально я понял я понял серёга решил основать свою цивилизацию прикиньте он психанул ему тут не понравилось почему-то и у него кстати по ходу там лето потому что здесь уже снег валит а у нас есть интересно список цивилизации ой смотрите фильтра появились вот это прикол здоровья голод это очень странно потому что нас вроде все должно быть жажда все хорошо возраст образование ладно фильтра это прекрасно мы с ними попозже поработаем я хочу понять где у меня список цивилизации походу его нет календарь мне нужно обязательно какое-то министерство построить с дипломатиками чтобы это все можно было как-то взаимодействовать но насколько я помню мы летели вот сюда куда-то вот-вот куда-то сюда где вот-вот-вот нашел один это все строит обалдеть какой прикольный а где же твои а нет смотрите у него тоже зима началась неужели ты один будешь возводить цивилизации обалдеть ратуша построилась ребята пойдемте посмотрим на нее мы должны назначить кого а ну дай сюда губернатора мы должны назначить но губернатор у нас будет вот мне нравится коллег на которого я хочу переименовать иди сюда друг и это будет смутный смутный который создаст уютный город замечательно все замерзло к хренам где посмотрим на запасы воды здесь девяточка здесь тоже девяточка и как я полагаю все что находится внутри в этом колодце она будет восполнять питьевую воду вот видите идет идет наполнение с резервуара причем идет еще и просадочка количество воды забираем из этого резервуара за 10 минут а нет это просто счетчик понял счетчик сколько уходит воды ну вот видите восполнение идет вот они попили и появилась 8 нормально все мне нравится такая технология разработчики молодцы классно придумали пойдем посмотрим что у нас еще открылось у нас открылась вышка синоптик и это как раз таки та хрень которая будет рассказывать нам о погоде и мы ее поставим конечно я бы в идеале надо куда-нибудь были серьезно тут просто идеальное место для нее было чего вы бейте ты меня а и здесь не хоть о подождите тут что-то было белое вот тут ты будешь вышка я понимаю что закрывать ее горой наверно не лучшая идея но а чё бы нет попробуем посмотрим о смотрите что-то происходит ребята вы чё тут делаете вы расскажите мне что это что это происходит это видимо у них какое-то сюда можно приносить жертву наггетов и это будет давать нам я не помню что но по-моему короче что-то это дает но я даже думать об этом не хочу и приводить их в жертву не собираюсь так что мы будем а вот смотрите вот по ходу цивилизации нет 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 это не цивилизация это уровень преступности да а я чё-то подумал что может быть но нет это не одно хотелось бы конечно отдельный может быть он попозже откроется смотрите я теперь о вот это я кнопочку вспомнил ребята у нас тут есть теперь влияние погодные я могу выращивать деревья а ну дай попробовать я хочу вот это непонятно где они вырастают но в общем они видимо где-то вырастают вы получили только что невероятное количество верующих две штуки в меня начал верить наггет они видимо увидели как выросли деревья но где они растут я не понимаю вот смотрите леса разведения ну-ка а все я понял смотрите чё классно я могу деревья делать просто из ничего бах нахрен звук конечно такой себе как будто чужие вылезают откуда-то у нас раз разблокировалась что еще наконец-то наконец у нас есть охота и давайте мы поставим ее пока что на окраине вот здесь потому что я видел что вот тут справа где-то очень много зверей гуляет вот видите там что-то шарится само собой что пока они будут нападать или охотиться на какую-то мелкую дичь но потом может быть это и справиться и у нас сейчас откроется фермерство и давайте дальше пойдем смотреть нам потребуется система кранов который увеличит еще витсимость наших прекрасных складов мы также доделаем одежду чтобы наши наггеты зимой не замерзали и наверное нам нужны дозорные вышки потому что это по пахет обороны у нас начинают возрождаться рождаться новые какие-то цивилизации и почему-то я не могу доменную печь выучить нужна очистка материалов ладно сейчас мы доделаем тут охотничью хижину и будем потихонечку охотиться домик где-то достроили вот он пойдемте посмотрим когда я перейду в следующую эпоху вот у нас мы здесь и нам еще сейчас подождите ох нифига себе охренеть короче да вот наша наш переход вот это вот и до него нам еще смотрите геологию и горное дело до исследовать электричество начать наконец-то что-то делать хоть это очень странно потому что medieval age это как бы но смысле подождите это же это же твою мать а в средневековье разве было электричество нет я что-то походу путаю да ладно общем не будем выпендриваться давайте подождем а я чпокаются я понял простите что простите что помешал синоптик у меня сейчас чпокался ему очень было некогда смотреть на погоду смотрите вот она пошла разъезжаться теперь мы знаем что будет дальше и скоро у нас весна и этот вам замечательно кто-то там заключает брак постоянно вот есть у нас теперь атмосферное загрязнение кстати я почему-то в первой части забыл об этом упомянуть теперь мы можем загрязнять среду и получается что мы ее будем еще и как-то очищать но мне очень интересно в итоге что будет происходить на луне потому что это именно то из за чего я вообще в принципе начал играть в универсим создать цивилизацию этого мало нужно еще и другие планеты как-то оприходовать если мы сможем сделать кислород на луне о чёрт все я я расфантазировался это не надо так делать давайте дождемся весны потому что сейчас мне особо заняться нечем кроме а нет подождите дождемся сельского хозяйства да а вот и сельское хозяйство к нам подъехала и весна пришла и в общем все отлично давайте строить ферму здравствуй ферма новый год производить она будет что по-моему там можно будет выбрать что производить на что значит этот домик раздолбанный но по-моему здесь можно что-то выращивать давайте поставим ее здесь рядом больница довольно тихое место ферма так вот охотники и они сами они сами туда отлично давайте выберем тип животного мы будем охотиться на средних и ловушки естественно будем делать средним о да давай поставим ее здесь я точно знаю что здесь кто-то шарился пускай они эту ловушку разместят там кстати помните раньше надо было что-то исследовать чтобы охотиться на разных зверей а сейчас не надо я вот думаю может быть склад еще один построить или что или этого хватит она пока может быть хватит но то что точно не хватит это что точно нужно расширять это нашу замечательную хижину инженера потому что нам надо же все здания чинить правильно поэтому я поставлю еще одну хижину вот здесь и поставлю сразу еще одну хижину где-нибудь внизу потому что у нас мы сюда тоже лезем потихоньку и нам здесь надо будет расширяться наверное вот здесь чтобы эти круги замкнуть я расположу очередную хижину инженером развиваемся господа не стоим на месте посмотрим что и сейчас происходит в исследованиях это у нас будет министерство воды о отлично давайте дождемся его чтобы они я правда не знаю зачем она нужна но наверное все таки нужны так что пускай будет насколько я помню я делал еще один колодец но я честно говоря его не забыли вот у меня второй вот у меня первый а где третий я мне приснилось что ли что я его делал да вот у меня всего два мне реально приснилось я хочу поставить еще один колодец здесь чтобы спровоцировать людей селиться где-то в этой области он смотрите какие большие чуваки ходят их всех можно съесть мы же хотим есть мы должны есть постоянно нас уже нахрен 32 наггетсом вот это число да я понимаю и вот у нас сейчас откроется министерство воды и мы назначим министр воды и даже посмотрите у нас появится министр космоса вот это классно а если у нас какой-то министр окружающей среды развлечения обороны более столько всяких министров здесь ужас вообще серьезно они ландшафт допилили смотрите ландшафт подстраивается под здание видите какой подъем произошел когда они построили здесь домик это прекрасно это в теории намекает о том что когда-нибудь разработчики сделают терраформирование и жена инженера завершена по моему они сами туда должны да слушайте точно я вспомнил когда появляется губернатор он сам начинает назначать рабочих на объекты то есть до этого я их тыкал а теперь это будет делать наш прекрасный губернатор смут вот так это классно это развяжет мне руки я смогу отвлечься на какие-то другие вещи давайте посмотрим как идут дела у наших соседей которые серьезно это же такое охренеть это что такое нейтралитет у нас можно с ними начать торговать поселение 11 человек и какой-то интересный купол а что это простить у вас тут такое охренеть они какие-то крутые слушать я такого еще не видел это это что вообще за хрень просто красный цвет он немножко немножко такой себе давайте отправим им травы у меня есть куча трав и потому что так я бы хотел а вот можно прописать эти отправим 20 трав и ой это я у них покупаю точно да у меня куча камней эти камни им предложим скажем 50 камней за 50 травы а то есть не может они согласятся давайте сделаем за 40 травы все-таки травы наверное важнее тоже лечение в эти 30 даже 30 травы торговля цена инструкциям сделка завершилась успешно эти как нибудь слушайте ребята придумайте название к этому поселению как назовем эту цивилизацию и тоже можно переименовать я об этом совершенно забыл пускай развиваются может быть мы с ними заключим какой-то мир и будем делать какие-то классные вещи дорогой создатели мы выращивали одну и ту же культуру снова и снова и это уже наскучивает нельзя сделать настоящий фруктовый салат только из одного вида фруктов и поедания такого количества крафедриста у меня каждый тракт крафедрист вызывает у всех некоторые побочные эффекты должен быть другие виды культур которые можно попробовать если меня слышишь прошу помоги нам найти что-нибудь супер вкусное и относительно не опасное для употребления соберите и бросьте новые виды культур на ферму с помощью силы телекинеза нифига себе слушайте я такого еще не видел а ну пошли смотреть итак здравствуй ферма значит часто можешь в в о фрукт манбро давай расти его а я сейчас попробую найти что-нибудь сколько мне надо культур соберите бросьте новые виды культур так у меня телекинез телекинез пойдем поищем что-нибудь поесть вот смотрите это что такое я что-то несу вам ребята я не знаю вы сможете это выращивать или нет в общем на так и что происходит прихожане в ярости а чё случилось чё случилось ребята а чё они в ярости то я не пойму так поклонники ложного огненный император короче это видимо их божество планирует нападение может быть противник другого поселения изгнанников то есть они на меня планируют нападение не понимаю вот это что такое это что за херня слушайте у них тут на территории кто-то начал что-то строить это же ведь не я да это ведь не я надеюсь что это не я потому что если это я это привет надеюсь это не я в общем у них там веселье начинается а мы должны выйти в дозорной вышкой потому что стрёмно мне бы не хотелось бы они на меня напали давайте чисто поржать я попробую это говно снести а у меня и нету трактора кстати да я даже нажать на это не могу это явно не мое я просто переживаю понимаете за наши отношения так и это домик построили ведь я все-таки спровоцировал здесь жить построив недалеко от них колодцы и вот у нас тут тоже есть колодец и у нас там всего лишь плюс два ребята нам нужна водонапорная вышка все-таки она конечно классная но чё-то подожди слушай я понимаю одну-ка фильтра это не фильтра мне интересно это билдинги это сити это опасность а если у меня что-нибудь вот вот что-нибудь по воде как она как она сюда наливается я не понимаю ну вот давайте чисто логически вот у нас есть резервуар сюда поступает ноль так я половинка не сработает сюда тоже ноль а сюда плюс два вода зарезервирована а почему плюс два давайте сюда поставим водонапорочку и посмотрим к чему это приведет вот здесь пожалуйста а что в смысле говорит что нет домов поблизости ну ладно давай туда поставим тогда просто нас кресе не будет работать да стройся антарес голова ой ой антарес умер антарес помер пойдем на кладбище сходим а кто у нас тут есть а у нас тут пока никого нету пока так мы сжигать никого не будем боюсь что-то ужасное произошло с антаресом он не очень-то живо себя ведет последние несколько дней просто сидит возле моей хижины что-то того короче используйте силы создателя чтобы взять трупик перенести на кладбище используйте чтобы предотвратить заражение других самородков оу антарес ты где вот он антарес твою мать пойдем со мной пойдем со мной странно что гробавщик медене сработал и мне нужно срочно найти больного вот он бегает мы его сейчас вылечим по-быстрому вот так вот все я все предотвратил все да все теперь все хорошо и вот собственно теперь можем посмотреть что здесь у нас летит сидит лежит антарес причина смерти преклонный возраст а что же у вас ребята творится здесь при том что мы нейтральные поторговать с ними еще раз я не могу но надо запомнить что нужно постоянно торговаться чтобы получать замечательные дивиденды в виде лояльного отношения к нашим наггетсом так давайте вот что я поделаю я сейчас попробую найти еще какую-нибудь культуру для выращивания на ферме хотя по-моему вот это что такое ой сейчас где мой телекинез такой я ему же по-моему давал да вот там что видел вот тут еще что-то желтым не знаю культуру это или нет сейчас попробуем ее сорвать я не знаю вроде культура ну-ка давай так можно мне посмотреть на культуры да это была культура вот мне еще надо найти какие-то вот такие вещи и мои наггетсы будут счастливы вот это чё такое о это что-то новенькое положим сюда но все равно нужны фермы которые будут все это выращивать вот это чё а это я уже давал им а все равно кинем раз уж есть такая возможность да о вот это точно что-то новенькое смотрите какой интересный плод и я думаю что надо строить еще одну ферму для того чтобы выращивать различные вообще в идеале мне кажется нужны фермы со всеми видами вот этих прикольных культур поэтому давайте установим ферму блин у меня тут совсем все плохо с со свободным местом и ферму кстати построить не дают на дороге ведь она краснеет вот так только дают давай стройся так да в смысле они нацелены на нас вы чё ребята метеорит бросаете в меня серьезно а чё я сделал то я не пойму это же не мои здания какого хера вы чё козлы так ладно хочешь повоевать а что у меня есть у меня есть дождик у меня есть восстановление защитный купол по давай вот такой подожди я не могу новый поставить купол да из-за этого блин я не то нажал твою мать отменить как никак отменить купол надо было купол ставить чёрт сейчас несет мне все а давайте попробуем вот здесь видите как неудобно получается из-за того что я там купол поставил нифига не получается построить я надеюсь что он разобьется об купол и не будет взрывной волны ох ты ж ёп это немного не то что я ожидал твою мать окей я тебя понял я понял тебя что такое вышка света ничего не заставляет награды короче что у меня тут снесло ну понятно что у меня снесли здание перестроить 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 хорошо что есть такая кнопка а то я бы просто задолбался все это дело понимать как перестраивать нам нужно восстанавливаться немедленно мы потеряли кучу наггетов это очень и очень херово сука взял и долбанул по мне я ведь ничего ему не делал вот ничего это видимо все таки мои начали у него строить я поторговал с козлом и он просто долбанул по мне да походу у нас с ним не получится договориться да с этим вот где ты падла живешь ты я уже забыл вот он с куполом и причем у него купол постоянный это нормально вообще нет я могу долбануть по тем метеоритом у меня есть землетрясение у меня есть молния у меня есть торнадо на потрясу тебя немножко поможет это разбомбить его здание вообще нет при том что мы до сих пор нейтральные бред какой-то нифига не рушится у них ребята по моему это все фигня надо именно посередине ла возвращаемся домой пофиг на них будем с ними все равно продолжать общаться я не знаю почему на меня напали скорее всего это был какой-то баг и у меня происходят выборы ну правильно да антараса нет до свидания вся фигня ролл почему-то рабочим стал давайте его сюда добавим здесь у нас а вот губернатор смуты а чё в смысле почему а потому что разбомбили здание да точно 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 но я думаю сейчас смутный придется их назначить да все назначил молодец смутный блин это прикол что такое о построили фирму тихо стоять давайте теперь будем пробовать выращивать эту штуку ой вот я 4 нашел 10 14 вот это я выращиваю же давайте дьявольскую капусту поворачиваем все-таки наш биом на это подходит так что пускай много фруктов это хорошо вы слышите молитву или крик любом случае похоже группа охотников отчаянно пытаются привлечь ваше внимание особенно крупный медведь пересек им дорогу в пустыне это совершенно неразумно пока что медведь сделал несколько угрожающих в общем жестов и рычаний на что ответил все более трусовым ханыканьем когда как должен действовать наггеты бросить с трудом заработанный улов чтобы отличь медведя нет времени на трусы атакуйте его острыми палками минус 2 наггетса плюс 10 еды черт где покажи а что дождите нужно отфильтровать по новым как это сделать походу это просто скриптовая история была да да снизу явно прошлые снизу явно прошлые события ну дерьмо случается зато у нас есть 10 еды в общем-то с едой у нас вообще все замечательно можно даже будет вторую столовую построить а это простите что за хрень твою мать интергалактическая интергалактический черный маркет и мы можем что-то обычный еще можно еду у них выторговывать а то что такое реликвия не агарский водопад стоит так мы кого-то выбрали праздник честь этого я хочу попробовать это у вас достаточно места на складах для ресурсов они будут собраны и брошены на землю и через месяц и сдохнут охренеть слушайте так ладно подождите подождите а чем меня со складом склад забиться склад забит давайте строить новые склады как прикольно слушайте здесь столько всего наводили капец а сейчас я склад найду этот долбанный осторожно происходит нападение волков сейчас я займусь этим сейчас где а можно посмотреть то где это происходит походу нельзя это кто за камни очистка материалов ребята у нас завершена и это значит что мы открыли здание лесопилка и каменоломня насколько вот завод завод по обработке камня по обработке дерева чем этим займемся сперва должны мы пойти чем меня умотал а то куда а ну верни верни на базу сейчас мы чем-нибудь тут по исследуем так что у нас есть у нас есть культура образование восстановление на по военному делу что-нибудь есть так по городной обряды раствор и пестик что такое шаману обычно требуется боже вы когда нибудь были свидетелем короче тут интересная какая-то штука давайте это тоже все по 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 изучаем я хочу просто идти как бы слева направо и чтобы все это дело исследовалось в правильном направлении о вот видите вот здесь волчара завалил его падла ладно мы тебя дружище сейчас я утащу пойдем пойдем ты был героем наверное а может и нет вот а волчары были ща я вернусь куда он побежал вы ребята куда побежали все подождите меня была молния вот электрофицировать куда они бегут интересно на козел но потому что нехрен моих наггетов мочить долбанный волк со я больше так не буду делать а то я я сам охренел там по моему по моему спровоцировал гребаный пожар а это идея смотрите снег под ним тает о как классно а как интересно он почему-то разгорается мне надо надо тушить для мой дождик долбанный вот давай а прикольно прикольно я так могу сжечь моих противников если они появятся и это тоже прикольно так нормально все по еде вот у нас по воде все плохо у нас потребление а ну правильно сейчас зима чуя переживают а сейчас зима поэтому это нормально плюс у нас не вне работали насосики хотя все таки один поставлю на всякий случай да пускай будут три пускай будет перепроизводство это будет хорошо и безопасно что-то все спят вы ребята склад построили вот здесь то нет еще не построили у нас уже 46 и 5 детей нас 51 так только что получили нового верующего это прекрасно я даже в честь этого могу я не знаю лесоразведение вангуз здесь сделать смотрите сколько деревьев ты чё испугался они охотятся воду видите что происходит молодцы молодцы нам еда нужна поэтому продолжать ну чё давайте весну дождемся посмотрим что у меня там разблокировался я знаю что я там разблокировался нас разблокироваться производством и так нам нужно естественно будет обрабатывать камень и учитывая что скалы находится здесь я поставлю это производство тоже здесь куда-нибудь сюда Боже, как эти дороги сильно бесят меня, честно. Вот не думал, что они будут меня так бесить. А ему пофигу. Можно поставить на дорогу. Это на дороге хана, да? Интересно. А если вот так поставлю дорогу, не хана? Непонятно. Давайте поставим. Пофигу. Посмотрим, как оно будет. И давайте расположим, естественно, завод по обработке дерева, который будет находиться у нас вот здесь, потому что здесь я буду выращивать это самое дерево. Ну и в целом, мне кажется, дерево это чистая штука. Что случилось у вас? Что вот это значит? Жилое помещение больше похоже на щебень, чем на здание. А, ну оно сломалось, потому что у меня здесь нету рядом господина ремонтника, да? Сейчас мы его поставим вот куда-нибудь сюда. Замечательно. Сейчас проверю остальные тоже здания. Все под ремонтом? Да, нормально. Все остальное точно под ремонтом. Все отлично, все хорошо. И здесь мы тоже все здания захватываем. Ну и прекрасно. Что ты хочешь? Дорогой создатель. Я переусердствовал, и, в общем, потушить три верующих силу создателя. У меня вспыхнуло гребанное здание, и я его тушу. Все. Миссия завершена. Вы его будете чинить, нет? А, ну правильно, они еще не построили. Я думаю, что починят. Давайте, знаете, что я еще построю? Я еще построю кухню. Я думаю, что нам нужна еще одна кухня, потому что им надо кушать. Точнее говоря, столовая. Мы ее расположим где-то здесь, потому что надо их тоже... Короче, тут надо по уму теперь здания строить. Они как бы зональные теперь. Интересная история. Ну ладно. Ну что, господа, на этой прекрасной ноте весны я с вами попрощаюсь. Услышимся в третьей части Юниверсима, где нас ждут великие дела. И я надеюсь, что мы как-то подружимся с той цивилизацией, которая долбанула нас гребанным метеором. Да. Спасибо за внимание. Услышимся. Это и Паку будет покушечки.